Шовная дорога нас трясет просто как вот в тракторе. Всем привет, друзья! Привет! У нас сегодня уникальный выпуск, ну и уникальнейший. Мы сегодня едем в арт-парк Николы Ленец. Николы Ленец, для тех, кто не знает, это такой арт-объект сам по себе, в котором различные художники строят какие-то архитектурные сооружения. И сегодня мы едем на Масленицу, сегодня 6 марта 2022 года, будет Масленица в Николы, в этом парке, и мы планируем увидеть сожжение Увилонской башни. Это такая огромная башня, которая вроде как 7 этажей высоты, но на нее можно будет сначала забраться, походить, она вся из дерева, а потом в 17-й... Масовое сожжение! Больбава! Да, но Влада, кстати, едет вообще не за этим, она сказала, что она будет едет только за блинами туда, потому что она Масленица, вот любит блины, очень есть. Но мы взяли с собой еды, мы запаслись, потому что знали, что дорога будет долгая. Этот Николы Ленец находится в 80 километрах от Калуги. Погода сегодня, на удивление, хорошая, светит солнце, прям очень приятно, классно, небо чистое. Но мы оделись очень тепло, потому что мы знали, что едем в деревню, грубо говоря, поэтому... Еще пока холодно на улице, и прям чувствуется, что за городом, если там лежит снег, минус, скорее всего, будет минус. Ну, я там никогда не ел, прям тоже хочется, всегда хотелось поехать, никак не находился поводу, вот, а сейчас вот решил сделать подарок на 8 марта своей любимой девушке, вот, и поэтому мы туда ели. Очень я, как человек, который не любит терять время, решила провести его с пользой в машине, поэтому мне Егор скачал уникальные фильмы, это «Полицейская история» с Джеки Чаном и Ширли Мэйли, поэтому я сегодня просто с удовольствием проведу свое время. Мы уже на подъезде к Николу Ленинцу, здесь образовалась большая пробка, вот. Нас заранее, конечно, предупреждали о ней, но мы, как всегда, никого не послушали. Сейчас постоим немножко, и все. Ну, вот указатели уже, что Николу Ленинцу скоро, и нам и навигатор пишет, что около 20-15-20 минут осталось. Ну, это, видимо, в пробке вот это стоять. Флажки развесили, что вот масленица, и довольно так много людей, смотрю, достаточно много, и там и два автобуса сейчас больших проехало. Мне кажется, что сегодня там будет прямо аншлаг. Пока вот этот клоун вытащил меня на улицу, знаете, для чего? Чтобы я засняла вот такое вот огромное количество машин. Кстати говоря, Егор оказался самым предусмотрительным человеком. Он взял с собой самые теплые штаны, и у них сейчас приоденется, ему будет вообще не холодно. Только что поставили машину. Посмотрите, разные постройки. Первая на очереди, такая вот белая круглая постройка. Не круглая, а как это называется? Цилиндрическая. Цилиндрическая, да. Похоже, как будто из картона все, она сейчас развалится. На нее можно даже залезть. Ну, кстати, отсюда не очень видно. Ротонда – одна из самых популярных построек в арт-парке. Сейчас она находится практически в аварийном состоянии, но при помощи краундфандинга люди стараются привести объект к жизнеспособности. Ротонду невозможно назвать чистым в виде искусством или архитектурой. Это не архитектура, потому что у объекта нет конкретной функции. Но это и не искусство, потому что какие-то функции все-таки есть. В объект можно войти, залезть, но ее невозможно повесить на стену. В этом и заключается ее уникальность. Аккуратно, голову в голову. Ой, что за х**? Мы сбрались на доме Карлса. Приближаемся к такой зловеяшей стене черного цвета. В общем, она тонкая. Казалось, что она толще. А она всегда гольче. Тоже какие-то эти погремушки висят в березах. Это масленица зовут. Вот это вот «Скорая тропа» называется. В 2011 году была построена. Написано было, что архстояние 2011 год. Объекты, которые не сжигаются, как Вавилонскую башню. И они доступны для будущих поколений. Скорая тропа. А там раньше, там вот стояла, лежала стена сарая. Написано «Стена сарая» о том, что мы привыкли выдумывать какие-то сложные вещи, вместо того, чтобы взять простые и использовать их, ну, типа, в новом смысле каком-то. Беседка. Что-либо некое подобие беседки, напоминающие мистические руины. Что, это оно звучит, что ли? Просто она сделана из металла. Ух ты. Знаешь, сколько машин пошло на эту беседку? Сколько жигулей. Слушай, Лар, вам походу придется сквозь эти палки пройти. А, там есть, да, все-таки? Ну, пошли тогда. Мы здесь катаемся. Я не знаю, что здесь дорога для катания. Вышли на сено какое-то. О, здесь сколько людей уже. Это что-то ест, пьет. Это, казалось, кафешка. Мы сейчас не особо голодные, вот. Поэтому мы решили пока посмотреть, что тут еще есть. Вот, а там платно все еще, ко всему прочему. Вот, напомню, соберетство 4900 на человека. Мы решили с Ладой пройти. За задачей пройти не упасть и помочь другу с другой стороны тоже пройти. Здесь вот прыгают, прыгают с сено. Там вообще люди. А, посиделка камина. Посиделка камина. Там типа огонь. Зажгли в середине, там можно посидеть, погреться. Следующий арт-объект – это дом с люстрой. Жилой мудрой для двух человек. Квадратный в плане дом выполнен из дерева и не имеет окон. Единственный световой проем расположен в потолке помещения. Он соединяет глухой объем дома и прозрачный объем фонаря верхнего света. В темное время суток люстра освещает интерьер дома, но также светит наружу. Всем прохожим видно, что внутри уютно, но при этом жизнь обитателей полностью скрыта от глаз посторонних. Короче, торговые ряды, всякие баранки, блины продают. Очень важно, шарахня. Лепута. Здесь начали уже саундчек, там стоит ленинный массив и там стоит ленинный массив. Начали свой путь по Илонской башне. Е-е-е, не зря стояли. Сейчас заберемся на самый. Люди, одни дроны, посмотрите. Раз, два, три. Вон там четыре. Уполнение. Тут-то, конечно, по-чуть. К другому я просто... Ну что, Ваня, представление начинается, да? Сейчас будет хлеб и зрелище. Музыка. 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 О, О, О! Ассабти, айфон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо тебе за блинчики, друг! Я за тебя буду драться! Ты мне никогда не стоишь в голову! Хорошо у нас были с собой тефтельки, которые сейчас тоже будут есть Всем спасибо, что смотрели! До новых встреч! Пока! Оставайтесь! Пока! Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...